Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Сочи одной магнолией стало больше. Зеленый автограф оставили представители сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна. К концу года в Сочи появится дополнительная дорога. Благодаря ей ликвидируют пробку на выезде с чайсовхоза. Сколько чего и у кого в Сочи подводят итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи. Рисовать со слабым зрением и вальсировать с диагнозом ДЦП. Эти ребята умеют все. Хрустальный петушок вывел на сцену новые таланты. Абсолютный рекорд аграрии нашего края в этом году собрали самый большой за всю историю региона урожай. Более 14,5 миллионов тонн зерна. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам федеральных СМИ. В зерновых хранилищах края 3,5 миллиона тонн кукурузы. В той же копилке рекордный миллион риса. Валовый сбор зерновых в 2016 году в Краснодарском крае составил 14,7 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд за всю историю региона. В зерновых колоссовых и зерновобовых культур наши аграрии собрали более 10 миллионов тонн при урожайности 60,2 центнера с гектара. В семи районах края урожайность зерна превысила 63 центнера с гектара. И при этом более 80% кубанского зерна высокого качества. Вениамин Кондратьев также отметил, что рекордные показатели – это заслуга аграриев. Они плотно взаимодействуют с учеными и используют самую современную сельхозтехнику. Какой станет краевая столица в ближайшем будущем? Сегодня в Краснодаре стартуют публичные слушания по проекту изменений в генплан города. В них могут принять участие все желающие. Они будут проводиться в открытом режиме. Все инициативы, высказанные в ходе слушаний, будут учтены. По поручению главы региона, вице-губернатор Юрий Гриценко встретился с активистами. У всех было времени, еще раз повторюсь, с июля выйти с любыми предложениями. У всех на сегодняшний день остается и не остается необходимым возможность прийти на эти слушания и не политическими методами, а реальной конструктивной работой внести туда свои предложения. Публичные слушания проводятся для того, чтобы с учетом мнения жителей, архитекторов, экспертов, дать оценку внесенным изменениям в генплан и определить перспективное развитие столицы Кубани. Основные инициативы, с которыми выступают краснодарцы, это строительство соцобъектов, сохранение существующих и создание новых зеленых зон. И это далеко не полный перечень. Сейчас сложился неплохой диалог с властями в том плане, что власть слышит нас и предлагает конкретные решения тех вопросов, которые нас беспокоят. Первое слушание пройдет сегодня в Прикубанском округе. Всего таких встреч власти с горожанами запланировано больше 30. В конце декабря специальная комиссия подведет итоги. Далее поправки в генплан передадут на рассмотрение в городскую думу. Полную информацию о публичных слушаниях можно найти на официальном сайте Краснодара. В горячем ключе засияло свое солнышко. Детский сад с таким названием появился в парковой зоне города. Что здесь лучше? Мне нравится коврик. Коврик? А мне и губушка. Прекрасно. Разноцветная мебель. И мебель красивая, да? Новоселье здесь уже отметили 115 детей. Всего садик рассчитан на 230 ребят. В течение месяца сюда наберут еще детей, которые ждут своей очереди. На открытие пригласили и родителей. Они сегодня рады новому саду не меньше малышей. Судя по моему ребенку, она очень счастлива. Очень ждала, наконец, открытие садика. Очень довольна. Радуется. По утрам с удовольствием просыпается. И с большой радостью спешит в детский сад, к ребятам. Это очень здорово. Это как переселиться в огромную новую квартиру, в огромный дом. Открытие сада здесь ждали еще в 2014 году. Но из-за проблем с подрядчиком все затянулось на несколько лет. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось в прошлом году, во время рабочего визита в «Горячий ключ» губернатора. Он взял этот вопрос под свой контроль. Дети, к сожалению, не ждут. Они растут. Коллеги, я просто призываю завершить со всякими совещаниями и выяснениями отношений. То есть выйти вместе на эту стройку, пройдите по этажам, и вы поймете, каким образом его достроить. Поручение Вениамина Кондратьева было исполнено. Удалось найти решение и достроить здание в короткие сроки. Когда мы, в принципе, говорим о качестве жизни людей, о повышении качества жизни, мы должны учитывать, что первоочередное для каждого человека – это детские сады, это школы, это больницы. Здесь будут применяться самые передовые практики. Здесь будут работать психологи, логопеды и дефектологи. То, что сегодня… И здесь будет коррекционная группа. То, что сегодня в «Горячем ключе» еще ни в одном детском саду не применяется. Садик оснащен новой мебелью, техникой. В нем есть свой пищеблок, спортивный и актовый залы. И сегодня там уже прошел первый концерт с участием детей. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Доходы бюджетов муниципалитетов до конца года должны увеличиться как минимум на 10%. Об этом Вениамин Кондратьев еще раз напомнил главам городов и районов края на расширенной планерке. За 10 месяцев в бюджет региона поступило более 187 миллиардов рублей. Но выполнить задачу по наполняемости казны получилось не у всех. В аутсайдерах аж 12 районов. В их числе «Горячий ключ» у Селобинска и Новопокровский районы. У них собственные доходы даже ниже, чем в прошлом году. Глава региона отметил, что ждать помощи от федерального или краевого бюджета не стоит. В нынешней непростой экономической ситуации нужно учиться зарабатывать самостоятельно. Такова позиция Вениамина Кондратьева. В нынешних экономических ситуациях, непростых экономических ситуаций, глава муниципального образования должен быть не только руководителем района, он должен быть менеджером. Я в целом и коллег в крае нацеливаю на то, чтобы они сегодня научились зарабатывать. Они тоже должны стать менеджерами, в том числе и вице-губернаторы, и министры. Это не чиновники, это управленцы. Надо уметь зарабатывать, надо искать те точки роста. Но по-другому мы не можем, потому что сегодня люди, они нас надеются. Они верят в то, что, по крайней мере, как у этих 12 муниципальных образований, хуже не станет. Я еще раз подчеркиваю, по крайней мере, их надежды, что хуже не станет, мы должны оправдать. Однозначно должны оправдать. Еще один вопрос на повестке дня – это готовность предприятий ТЭК к зимнему сезону. Впрочем, ощутимое похолодание синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Без сбоев организовать подачу тепла необходимо в каждый дом, поставил задачу глава региона. При этом важно проконтролировать качество услуг, которые предоставляют газоснабжающие организации, акцентировал Вениамин Кондратьев. Зимой люди нередко жалуются на то, что батареи в их квартирах едва теплые. У нас газоснабжающие организации, они очень принципиально требуют плату за газ, особенно от населения. А вот качество подачи газа порой тоже разное. Мне очень важно, чтобы и не только они к жителям могли свои финансовые взыскания предъявлять, но и к ним, к снабжающим организациям, мы должны привести требования, чтобы качество газа жителям, населению нашего края было надлежащим. Абсолютно верно, Андрей Миланович. Такая ситуация находится на контроле в муниципальных образованиях, в министерстве ТЭК. Вот я сейчас подчеркиваю, если люди будут не жаловаться, что они платят исправно, а в зимний период колонка еле горела газовая, то я принципиально буду заниматься теми газоснабжающими организациями, которые это допустили. А если вы берете деньги, значит услуги сделаете качественные на все 100%, чтобы люди не жаловались, что помимо того, что газ горит, за который они платят, они еще и тремя одеялами ночью укрываются. Вот это вообще не пойдет. Готовы к ухудшению погоды должны быть и коммунальные службы, распорядился губернатор края, чтобы в случае обильного снегопада вся техника смогла тут же выйти на расчистку дорог и тротуаров. На сегодняшнем министерстве транспорта и дорожного хозяйства все 100% организаций, занимающиеся содержанием автомобильных дорог Краснодарского края, проверены. Проверено наличие и работоспособность специализированной техники по уборке снежных заносов. Вы не просто наличие техники проверьте, вы ее состояние проверьте. Она должна быть в рабочем состоянии. Она технику показывает покрашенную, которая 10 лет, стоит в одной краске, понимаете, подновляет только. А когда снег начинает выпадать, она почему-то на улице-то не выезжает. Это очень парадокс. Особенно в ночное время. Идет снег, не надо ждать, когда все пойдут на работу. Все, предусмотрите, такой график. Пошел снег, даже если он пошел в час ночи, в два ночи, в три ночи, то машины снегоуборочные и техника должна выйти на улицу. Отдельное внимание глава региона уделил вопросу бесперебойной работы энергосистем в случае ЧАЭС. Так, при прогнозе ледяного дождя, все аварийные бригады должны нести круглосуточное дежурство. Состояние растерянности во время природных аномалий просто недопустимо, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ. В Сочи одной магнолии стало больше. Она была посажена накануне в парке Ривьера. Высадка памятного дерева прошла на поляне дружбы народов. Аллея уже стала своеобразным музеем под открытым небом, где каждая магнолия – экспонат, хранящий память о выдающихся деятелях, политиках и космонавтах. Свои зеленые автографы на поляне дружбы народов оставили более 100 почетных граждан из 20 стран. Теперь к традиции присоединилась и делегация Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна. Их магнолия расположена напротив дерева, посаженного героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Константином Феоктистовым в 1964 году. После посадки магнолии представители делегации оставили запись в книге отзывов почетных гостей парка Ривьера. Это очень почетно для нас – оставить такую зеленую память на этой аллее. Здесь также магнолии высаживали известные политики, космонавты. Я считаю, это важная традиция, и мне очень приятно было к ней присоединиться. Я уже сажал деревья, только в своей республике, но впервые в другой стране. В Сочи сегодня подводили итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В Гранд-эдрежим Чужина состоялось международное совещание, на котором также обсуждались и вопросы подведения итогов переписи. В Сочи сельскохозяйственная перепись проходила с 1 июля по 15 августа. За полтора месяца переписчики зафиксировали объемы посевных площадей, земельных участков, численность сельхозработников и поголовье животных. Подобная перепись проводится в России один раз в 10 лет. Цель – сбор объективной информации по производству сельскохозяйственной продукции. По городу Сочи объектами сельскохозяйственной переписи стали 84 крестьянско-фермерских хозяйств и также индивидуальных предпринимателей, более 4 тысяч садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Свыше 19 тысяч личных подсобных хозяйств. Все перечисленные хозяйства, которые являются собственниками, либо пользователями, либо владельцами, либо арендаторами земельных участков, предназначены для использования для производства сельскохозяйственной продукции. Предыдущая перепись проводилась в 2006 году, и вот опираясь на предыдущий опыт, в этот раз исключили ошибки прошлых лет. Сегодня идет обработка, она, в общем-то, началась у нас практически сразу, потому что мы имели возможность получить информацию уже в электронном виде. Мы выверяем, проверяем и будем выверять и проверять, как бы кому ни казалось, что может быть излишней, так сказать, мы трепетно относимся к итогам и цифрам. В стране работало 42 тысячи переписчиков. Итоги такой работы будут оформлены в специальный атлас, сайта ни много ни мало, 8 томов. Выпуск изданий намечен к лету 2018 года. Елена Австецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К концу года в Сочи появится дополнительная дорога. Благодаря еще одной объездной удастся ликвидировать пробку на выезде из Чайсовхоза. Асфальтовое покрытие будет проложено по всей протяженности улицы Православная. Уже готово и новое бетонное полотно. Все подробности у Татьяны Говорковой. Регулярные заторы на выезде с Гастелла на улицу Ленина скоро уйдут в прошлое. Уже сейчас водители чувствуют разницу. На днях строители завершили работы по заливке новой бетонной дороги. По ней транспорт будет выезжать с Гастелла, Кирпичная, Петрозаводской и через Православную на федеральную трассу в районе кафе Олеся. Сейчас объездная работает в тестовом режиме и особым спросом пока не пользуется. На выезде с нее кипит работа. По всей протяженности двухкилометровой православной свежий асфальт есть только на некоторых участках. Дорожные работы начались в начале ноября. Задействовано семь единиц техники, которая работает непрерывно. На сегодняшний день идет устройство нижнего слоя дорожного покрытия, ямочный ремонт, который выполнен практически в стопроцентном объеме. В ближайшую неделю мы планируем устройство верхнего слоя дорожного покрытия по всей протяженности дороги. Комфортно добираться с улицы Гастелла в район санатория «Известия» водители смогут к концу года. За счет новой дороги будет решена проблема пробок в районе Адлерского железнодорожного вокзала. Кстати, параллельно дорожная одежда обновляется и на ряде других улиц. Был заключен контракт на сумму 210 миллионов с ГУК КК до Гамызской Адлерсу на ремонт 32 улиц города Сочи. 10 улиц находятся в Адлерском районе. Сейчас выполняются работы по этому контракту. Они все будут закончены к 15 декабря. Сейчас мы работаем в Адлерском районе на улице Православной, также улица Энергетиков, закончили улицу Череповецкую. Кроме того, из городского бюджета выделено 26 миллионов рублей на ямочный ремонт. Он пройдет на улицах Мостовая, Дарвина и Авиационная. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел молодежный военно-спортивный турнир. Отличились в военно-прикладных видах спорта не только юноши, но и девушки. В команды от каждого учебного заведения вошли 3 девушки и 7 юношей. В программу включили 10 упражнений – бег, подтягивания, разборка автомата, одевание противогаза, переноска пострадавшего. В первом районном этапе приняли участие команды 35 школ и 9 среднеспециальных учебных заведений. Городской этап, на котором определятся самые быстрые, сильные и сообразительные, состоится в апреле. Завершился очередной этап открытого фестиваля конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». Сегодня он прошел в Центральном районе и собрал десятки особенных и вместе с тем отдаренных ребят. Своим творчеством ребята начали удивлять гостей праздника уже в фойе зала органа и камерной музыки. Здесь развернулась выставка творческих работ. Пластилин, вышивка, гравюра, бисероплетение, витраж. Дети с ограниченными возможностями умеют все – и рисовать со слабым зрением, и вальсировать с диагнозом ДЦП. «Хрустальный петушок» проходит по всем конкурсным традициям. Участники представлены в нескольких номинациях – танец, эстрадный вокал, художественное чтение. Есть у фестиваля в этом году и своя тема – год кино. И сегодня на сцене снимали новый фильм «Хрустальный петушок-2016». Артисты – дети с ограниченными возможностями здоровья. Режиссеры – это педагоги, а в роли продюсеров – идейные вдохновители фестиваля. Сочинская городская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Масштаб уже этих петушков вырос по всем районам. Настолько хорошо, время пролетает, вот как на хорошем концерте. Они готовятся на финал, они вкладывают, больше занимаются, души больше вкладывают. То есть это не для того, чтобы прийти галочку поставить и оценку получить, а это что-то выше. Я считаю, что все педагоги, все люди, которые причастны к этому, и мы в том числе, наша организация, с учетом того, и наши меценаты, которые нам помогают дать достойное этим детям, я считаю, что мы делаем вместе очень большое дело. Каждый хрустальный петушок своим участием украшает Настя Боровая. 17-летняя сочинка практически не слышит, но, вопреки всему, занимается любимым занятием – хореографией. Вообще нам запрещают танцевать, у нас коксартроз тазобедренных суставов, но мы, преодолевая все наши трудности, стараемся, участвуем во всех конкурсах, творчеством занимаемся, чтобы не сидеть дома, развиваться, общаться с детками. Это для нас прям как глоток воздуха. Мне очень нравится участвовать в хрустальном петушке. Я показываю свои красивые костюмы. Хрустальный петушок – это конкурс, но нестандартный, отмечают в Лиге женщин. Здесь нет проигравших. Сегодня каждый получил ценные подарки. Очередные сюрпризы ребят ждут на финальном этапе конкурса. Куда съедутся участники хрустального петушка со всех районов Сочи и который состоится 19 ноября в Зимнем театре. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Не доживать, а учиться жить. В Сочи открылся слет народных университетов. Предметом обсуждения, как и в прошлом году, когда форум провели на курорте впервые, стал вопрос повышения качества жизни людей старшего поколения. В течение четырех дней в санатории знания будут обсуждать передовые, отечественные и международные практики в работе с представителями серебряного возраста. На открытии слета побывала и наша съемочная группа. Слет народных университетов в Сочи проводят во второй раз. В этом году участников большого форума более 300. На слет в санатории знания приехали просветительские учреждения, общественные организации, волонтеры из 35 регионов страны, в том числе из Крыма, а также из отдаленных Сахалина и Якутии. Если на первом слете участникам было важно познакомиться друг с другом, узнать, что в соседних регионах России, а может быть в дальних регионах, есть единомышленники, есть те, кто тоже идет по этому же пути и серьезно занимаются вопросами качества жизни старшего поколения, то сейчас участники собрались уже непосредственно заниматься технологиями обобщения опыта, его продвижения. Как так называемый возраст дожития превратить в возраст счастья? На этот вопрос в ходе работы круглых столов на мастер-классах попытаются ответить спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Самары. На самом деле это уникальное отличие вот именно этого слета, когда в нем участвуют не только те, кто профессионально занимается этим, но те, кто еще и непосредственно являются благополучателями этого действия. Старикам тут место, говорит известный социолог Дмитрий Рогозин. Так называется его исследование. По мнению Рогозина, секрет долголетия – это востребованность не только в семье, но и в обществе. Это умение отдавать свою мудрость и богатый жизненный опыт. Весь этот год я вел разговоры со столетними. То есть моя целевая аудитория были люди 100+. И поскольку я насытился очень многими историями, рассказами о жизни от этих людей, я хочу этим поделиться. Слет народных университетов в санатории знания будет проходить 4 дня. Один из них будет посвящен Сочи. Здесь накоплен богатый опыт работы с людьми старшего поколения. Один из примеров – волонтеры серебряного возраста, число которых неуклонно растет. А это значит, востребованных и счастливых сочинцев пенсионного возраста на курорте становится все больше. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта. Декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.